Доброго времени! С вами снова заплаканный хомячок в виде меня. И снова я тестирую разные продукты новые, но так как вот здесь вот у меня все еще есть высыпание, то он буду делать свой как обычно. А пью, кушан уже у многих-многих-многих моих подружек он, и его обожают, только я чуть более темный оттенок нанесу на внешнюю часть в виде бронзера какого-нибудь. У меня тяжелая неделя, я решила, что я буду записывать собирашки, потому как по нанесениям у вас очень много вопросов. Конкретно этот тон, мне кажется, улучшает состояние кожи, если пользоваться только им. Прича у меня супер смешная, но поверьте мне, когда оно в таком положении чуть влажное зафиксируется, и мы это раскрутим, будет прикольно и стильно, но пока придется подождать. Мне понравился вот этот вот продукт для век, хотя вроде бы более крутые тинты мы уже утвердили в производстве для бьюти дракс, но этот оказался именно с таким ложноватым эффектом, поэтому даже если мы его не выпустим, я буду в печали и буду с удовольствием пользоваться сама хотя бы. Он похуже растушевывается, чем аналоги, скажем, у Армани и Том Форд, но с другой стороны эффект у него какой-то такой уникальненький. Вообще, друзья мои, вы пробовали тренд на влажные веки или нет? Я вот, например, всегда, в принципе, это любила и с удовольствием ношу все. В стадии я умею так затереть века пигментом, чтобы он казался влажным, если это Inglot, например, что показываю тоже на мастер-классах. Если нужен гранжевый скатанный образ, то NYX Cosmic вам может здесь подойти. Пока бросаю эту кисть, потом мы ей что-нибудь растушим. И мы с вами договорились в прошлых видео, что я сейчас тестирую вот эту вот штуку. Но, матерь божья, это средство для роста бровей и праймер для бровей от Benefit. И я не шучу сейчас, он нафиг окисляет оттенок. До этого было просто краски, оставшиеся на бровях. Теперь у меня хна с цветом на коже тоже. Автозагарами я не пользуюсь, но, господи, оно просто серо-бурмалиновое. Ну, как бы, камон, это очень странно. Прямо при нанесении у меня четвертый день подряд все меняет цвет. И потом, после носки макияжа, когда я умываюсь, брови все время разного цвета. И если брови не будут лучше расти, как обещает производитель, я эту штуку сожгу. Но зато хотя бы для клиентов я буду знать, что когда мы красим, этим средством пользоваться не надо. Я не знаю, что у меня в итоге будет в оставшемся макияже, но у меня супер мало времени. Поэтому карандаш Smashbox по ресничной зоне, так вот, неаккуратно. Тоже немного так роково и гранжево даже, я бы сказала. Всегда хороший вариант. Сто раз ходила на Makeup Days и почему-то все время у меня вот какой-то такой вот мейк на глазках. Ну, он очень жизнединичный. Опять же, стройте макияж так, как вам понятно, так, как вам сэкономят это время. И я далее беру карандаш серого цвета, раз у меня желто-зеленым стало. Тень от волосков, как бы, которая создана хной. Так жить нельзя, поэтому я рисую в данном случае серым цветом. И видите, он меня нейтрализует. Это серо-синий прямо карандаш с таким широким плоским сечением от Миша. Так что всем, у кого прям супер пепельные волосы и даже там серым таким блондинкам, и Марку Кауфману отдельно рекомендую его. Чуть-чуть, наверное, под бровью выделю, чтобы не было очень плоско. В данном случае, мне кажется, карандаши неволосковые. Чутка этим грешат. Матерь божья, кажется, Laura Mercier Flow Skin крем для век. Такие работают у меня, правда, ничего не скатывается? Он такой силиконовый, крутой. Может быть, может быть, друзья. Будем тестить консилеры. У меня два каких-то консилера, фиг их знает, от завода напрямую. Сейчас назовем их образец 1 и 2, правый и левый. И просто посмотрим, что они делают и делают ли что-нибудь. И вообще, кто их знает, какого они цвета. Под глазами только потестить не смогу на скатываемость, потому что у нас уже какой-то антискатываемый крем для век. Ну, такое, очень люксовое. Очень легкое. Такие дела все равно не маскируют, просто освежают. Давайте пробовать образец левый. Такая же непонятная баночка. Они, как правило, помечены... О, этот липкий. Они, как правило, помечены названием формулы, каким-то номером. Эти баночки не помечены ничем. То есть не просто blind test, а супер blind test. Если я буду на мейкапдейсе выглядеть, как полный трэш на сцене, то... А, в принципе, я сама это заслужила. Кто меня сегодня увидит и будет спрашивать, Вика, а что у тебя сегодня на лице? У меня на лице просто что-то непонятное, что выпало из шкафа. Как в анекдоте. Как одеваются немки. Просто одевают то, что выпало из шкафа, как красится Вика. Просто красит на лицо то, что дали. Ну, как бы он оказался довольно пластичный. Я ничего не пойму. Кажется, вот этот более выглаживает, да? Вроде мешка меньше стала. Поэтому левый капну направо. Господи, что я несу? Хорошего у меня, ребят, короче. Левый какой-то такой прикольненький. Сияние. Мне кажется, он просто огонь. Даже если какие-то в нем есть подводные камни. Сами пигменты очень крутые, да? Видите, он как-то такой светящийся. Он не маскирует сильные недостатки. Он их просто блюрит. Видите, размывает. Он отводит глаза. Вы, типа, как бы туда уже больше не смотрите. Каплю, наверное, я тогда капну своего обыкновенного консилера, который у меня для таких проблем. Это мой раздолбанный Armani, который мне хорошо подходит по цвету. Но, к сожалению, его упаковка, это жизнь-боль просто. Ничего мне его не маскирует. Мне даже уже замазки не маскируют. Ну, короче, надо смириться просто и расслабиться. Ну что, по-прежнему даже килограмм сильно не скатывается. Скатывается, но не критично. Тон Сенсейшн мне понравился. Мои дополнительные в итоге. Мне показалось, что пригодятся. Темные тонны, я ее экстренно заказала. Это тон Восьмой. Называется он Пролине. Кстати, даже он не такой темный. И в суфле называется тон Четырнадцатый. Четырнадцатый бомбический оттенок. Очень темный, очень холодный. Для коррекции. Вот такие вот два. Так что давайте, наверное, вместе смешаем. По отдельности попробуем. Давайте микс. Он очень хорошо наносится блендером. Но это же не означает, что он будет хорошо наноситься и кистью. Так что давайте пробовать. Да. Пойдет. Вкусно пахнет. Реально вкусно пахнет. Чем-то нежненьким. Таким, ненавязчивым. Так как я переборщила, у меня тут немножко подбитый лоб. Микро-микро каплю. Все-таки восьмого оттенка. Безумно крутые. Темные, обычно экстра-рыжие. Этот оттенок. Он такой прям поджарый. Такой капец красивый загар. Я, может, даже на все остальное нанесу. Мне очень нравится. Только, конечно, вот эта тема опять видна и видна сильно. Надо ее пудрить. Окей, усложним задачу. Мне понравились вот эти два бронзера. И, наверное, контур бронз, который совсем капец холодный. Какой-нибудь маленькой кистью нанесу. Так, какая будет меньше полосить. Это ладно. Надо потом ее перемыть и сделать хайлайтерной снова. Это одна из моих любимых кистей. Это Make Up For Ever. Вот такая двусторонняя. Номер это 158. Очень-очень-очень классная. И хайлайтеры наносят офигетительно. Даже те, которые сопротивляются, залипают и не хотят сами по себе наноситься. Теперь люди будут говорить, что я похудела. Вообще норм. Эффект, мне кажется, очень красивый. Чтобы его не потерять, а закрепить, я буду использовать минеральную пудру. Это моя ранее очень-очень любимая, у которой теперь огромная, но очень непонятная упаковка для минералов. Совсем не минеральная. Это Nude by Nature's. Австралийская очень классная косметика, которой, по-моему, у нас пока нет. Но я нашла ее, к счастью, на Asos. Точнее, на Asos для тех, кто любит правильное произношение. И консилер по-прежнему намного меньше скатывается, чем обычно. Точнее, там еще сначала тон, потом консилер. Так что пока я признаю, что это круто. Слушайте, лицо как у куклы. Я серьезно. Очень крутое сейчас было сочетание продуктов. Камон. Это просто unreal. Как круто. У меня в хорошем смысле теперь нет пор. Только вот эта фигня все еще есть. Лицо хорошее. Румян у нас не будет. Почему у нас не будет румян? Потому что мне стопудово будет жарко на сцене. Если вам что-то на сцене рассказывать, то, как вы уже поняли из прошлых видео, не румяньтесь. Или не румяньтесь слишком сильно. Может персик какой-то. Может даже с золотиночкой. Чтобы красного не было. И теперь попробую наши, наконец-то, вышедшие карандаши Beauty Drugs. Для губ. Они безумно крутые. У нас они подразумеваются парами для контуринга. То есть вот этот бордовый и красный. Но вы можете делать контуринг этим же одним цветом, как вот я. Потемнее немножко серединку вот здесь вот. И уголочек, да, двойным слоем. А все остальное вы заштриховываете. Карандаши очень такие помадные. У нас два супер крутых нюда. Классический красный. Коралл такой, причем сложный, который практически всем идет. Тяжело быть человеком с симметричной мимикой. У меня губы в статике более симметричные. А вот здесь вот провал. Именно когда я говорю. И приходится эту губу прорисовывать выше. И здесь тоже эта половинка сволота такая. Вот это вот площадь. Вот это пухлее. Вот, вот теперь мне нравится. Я такая взрослая. Какая я должна быть. Так как это мастер-класс. И не зря я, в общем-то, в колечке. У нас есть время на ресни. Пучковые. Очень я устала последнее время. Времени ни на что нет. Поэтому пучковые ресницы это единственное спасение. Если вы не знаете, как пучковые ресницы клеить под ресницы на обычный клей. Не для наращивания, а просто для ресниц. То смотрите видео об этом. У меня есть отдельное. Стык-карандаш у меня в оттенке. 0,6 Drive. Самый темный такой вот. Начну с размера 10. Нужно закончить уже просто эту палитру. Десяточек и начать новую. И в серединку буду 11 лепить. А в видео у меня все, по-моему, 11 одного размера. И вот так вот они лепятся. А пока я леплю, у нас с вами такое видео обо всем и ни о чем. Расскажите мне, друзья мои, как ваши дела. И какие видео вы бы хотели, чтобы я для вас сняла. На днях у меня вот на встрече с подписчиками в Меге Химки. На открытии очередного магазина NYX. Девочки запрашивали про мезероллер. Так что я в процессе про ошибки русских девушек в уходе за собой 2. Так что я в процессе уже пишу, в общем-то, пункты, чтобы снять видео. Конечно, бюджетные фавориты вы всегда просите в любой непонятной ситуации. Это классно. Но расскажите, что еще. Что в косметике вам интересно? Вот мне интересно всякие вот такие вот, как RMS бренды, допробовать, которые я еще не пробовала. Вот такие вот легенды Ютуба, как в недавних видео я тестила, вот в соседние дни. А что интересно вам? Ну что, вроде мы их доделали, волосы распустили, получилось стильненько, классически, мне нравится. Я вам советую еще потом посмотреть на себя и где-то что-то доделать. Например, у нас скоро выйдет, ну как скоро, через несколько месяцев в следующем запуске производства вот такой маркер Beauty Drugs. Более такой прозрачно-черный. Вы помните, я показывала вам предыдущие наши два оттенка и все время практикую их нанесение. Там один теплее, один холоднее, но они все-таки средние, такие на основе русого. B1 это такой оливковый русый и B2 это тепло-русый, такой коричневатый. При наслоении дважды они получаются намного темнее, что огромный бонус. То есть можно даже темную волосинку сделать. Ну, вот в следующий раз у нас еще появится прозрачный черный для брюнеток. Или когда вы вот зафакапили средством для роста от Benefit свои брови. Ну что, видите, я вам говорила, что стильно будет. Просто жгутики от лица, заколола сзади. Спрей Абатист XXL добавлю. И вот такая вот с открытыми плечами, наверное, в платье. Чуть-чуть мне скучно, хочется такой вот немножко праздничности макияжа и в то же время заплаканности глазам такого чуть розового оттенка. И я сделаю следующее. Прямо на серединку над ресничной зоной Diamond Crushers от Lime Crime нанесу. И на внутренний уголок в оттенке, таком розоватом. Боже, что это? Это лид у нас. Вот такие вот, они безумно крутые. Не до глаза с ресницами и губы у нас получились. Перегубы, не до глаза. Такие вот ногти. Я думаю, я готова. Я даже успела. Даже за 30 минут. Так что в итоге, те, кто видел меня в прошедшем времени на Makeup Day, теперь вы знаете, какой был мейк, если вам что-то из этого отдельно понравилось. Опять, наверное, оставлю глаза узкими. Опять сдох медведь в тайге. И ничего снизу делать не буду. Будут огромные губы и маленькие глаза. Так немножко по-азиатски. Нет, все-таки, наверное, будут не открытые плечи. Я настолько хитрюга, что сделаю вот такой вот ход конем. У меня будет блестящая спина. Будет очень прикольно смотреть мастер-класс, потому что люди будут видеть как раз-таки спину. И я такая вот. Здесь у меня Dita Fontis, такой осенний мейк весной. И модная Military. Да, и аромат. Я даже не знаю. Вот давайте будет этот. Купила как раз-таки после поездки. Крайний раз вот на Тенерифе были. Безумный, просто тяжелый Marc Jacobs. Нет, я, наверное, еще не все. Я еще бухну, если найду наш хайлайтер. Да. В общем, аромат супер классный, сладкий, сексуальный. И в следующей собирашке покажу вам второй свой сейчас самый-самый любимый аромат. И потом как-нибудь третий. И будущий хайлайтер Beauty Drugs. У меня до сих пор не в упаковке правильный. Но сейчас будет весело. И, наверное, на кончик носа. Мне нравятся курносы. И даже мне нравятся большие уши. Как у эльфа. Смешные, выпирающие. Которые немножко дают эффект такой дурочке. Но мне нравится. И ключицы. Вот. Так что такой гол. Пока-пока. До встречи. Прошу вам. Редактор субтитров.